Выступаю я как сопредседатель идеологической комиссии Центрального комитета Рабочей партии России. Если мы вспомним методологию, которую Владимир Ильич Ленин предлагал, он, как всегда, говорил, что мы, конечно, за единство, но мы не за всякое единство. Мы не можем быть за единство с извратителями и опошлетелями марксизма, тем более не можем быть за единство с противниками марксизма. Не можем мы быть за единство с нашими классовыми врагами. И с этой точки зрения, с точки зрения этой методологии, обращение к нашим классовым врагам за тем, чтобы они помогли нам их побороть, представляется довольно странным. Довольно странным. Тем не менее, то ли от переутомления, то ли от успехов, которые у нас есть, а скорее от неудач, которые у нас есть. Вот мы боремся, организовываем рабочий класс. И время от времени возникает такое стремление, как бы нам объединиться. Хотя, вот Ленин, например, высказывал такую мысль, что прежде чем объединяться, надо сначала решительно и бесповоротно размежеваться. Ну вот с первой частью вот этой мы справились, как рабочие партии России. Мы размежевались и размежевываемся с теми, кто не желает ориентироваться на установление диктатуры пролетариата и не ведет борьбу, связанную с организацией рабочего движения, прежде всего городского, фабрично-заводского, промышленного рабочего класса. Ну и, надо сказать, эту вот свою борьбу мы не хотели бы вести, как бы, в изолированности от тех, кто может нам помочь. Мы всех зовем и приглашаем встать на эту позицию, а не сходим со своей этой позицией, как говорил Ленин, и не смешиваем этой своей позиции со всякими переметными суммами. Что я имею в виду? Я имею в виду, что само возникновение рабочей партии России возникло не в связи с соединением, а в связи с размежеванием. Мы сначала размежевались с теми, кто предал коммунистическую партию Советского Союза, а размежевались мы следующим образом. У нас сначала возникло движение кружков рабочих, клубов, как клуб за и против, за коммунизм он назывался. Потом это произошло соединение в Объединенный фронт трудящихся. Потом этот Объединенный фронт трудящихся стал очень российским. Он выдвинул своих кандидатов на пост президента генерала Макашова. Вице-президентом был профессор, кандидатом в вице-президенты, профессор Сергеев из Москвы, доктор экономических наук, завсекторами Деологии, института экономики, можно сказать, очень глубокий марксист, который объяснял вот эту необходимость организации Советов через трудовые коллективы. Очень определенно. И вот, когда проходили выборы президента России, генерал Макашов выступал в альтернасилу, Сергеев был вице-президентом, заодно он нам подписал всякие, так сказать, наши расходы по газете «Народная правда», которая под редакцией Виктора Георгиевича Долгова выходила, тиражом 200 тысяч экземпляров, 8 полос еженедельно. Вот в это самое время мы размежевались с теми, кто пошел на уступку Ельцину, кто склонил свою голову. Мы напечатали в газете «Народная правда» подавим путь Ельцина и раздавить гадину. И несмотря на то, что мы издавались в Ленинграде, то есть в Санкт-Петербурге, у нас в газете написано «Ленинград, Санкт-Петербург», несмотря на это, нас приостановили в связи с чрезвычайным положением в городе Москва. То есть если, скажем, в Москве стреляли по парламенту, который в это время был уже буржуазным, а стрелять по буржуазному парламенту – это, конечно, характеристика фашизма. Правда? Какое-то время был у нас фашизм. Потом, видимо, Ельцину объяснили, что это не надо, это так, хватит, давай теперь снова все, новые выборы и пошли. И тогда изобразили, как будто бы голосовали за Конституцию. За Конституцию надо было проводить референдум. Никто референдума не проводил, было просто голосование. Поэтому Конституция у нас, которую правили недавно, она, если и проголосована, то проголосована вот на этом голосовании по некоторым пунктам, которые называются изменениями. А все остальные пункты, за них вообще никто не голосовал. А те проекты, которые были, а их было несколько, был проект комиссии Верховного Совета, был проект УКПРФ, был проект Конституции, который мы предлагали от движения коммунистической инициативы. И этот проект, так называемый проект Слободкина, и основные положения были выдвинуты Советом рабочих Ленинграда, и там были выборы через трудовые коллективы. И вот наплевали на все эти имеющиеся проекты, в том числе на официально выведенные. И я как представитель проекта Слободкина, и один из его рабочих присутствовал в Кремле, в мраурном зале, на заседании, которое было посвящено вопросу о разработке Конституции. Ну, когда мы увидели, что слово не дают председателю Верховного Совета России, причем не дают не просто президиум, не дают, где сидел Ельцин, а начали стучать сверх столами те люди, которые приехали сторонне Ельцина на это конституционное совещание. Но вот товарищи по призыву для людей, которые не склонны подчиняться фашизму, встали и ушли. И я тоже, в частности, сам и ушел. И вот мы знаем, что с того времени много уже воды утекло. КПРФ залегла, когда запретили коммунистическую деятельность на производстве, не было запрета коммунистической деятельности, а был запрет деятельности КПСС на предприятиях. Они все сдали свои бумаги и портфели, ушли на хорошие места. Я имею в виду руководителей. Некоторые залегли и стали ждать решения Конституционного суда. Хотя за Конституцию никто не голосовал. И вот этот Конституционный суд им потом разрешил снова избирать руководство. И так образовалась КПРФ. То есть КПРФ – это разрешенные ельцинизмом коммунисты. То есть не коммунисты. В это время, буквально через полтора месяца, через закрытие, благодаря тому, что у нас действовало Оргбюро Центрального комитета, Оргбюро Движения Коммунистической Инициативы, мы готовили съезд. И в том числе благодаря тому, что мы разработали программу действий Компартии РССР и участвовали на съезде. И вот на этом съезде товарищи Золотов и Долгов получили, были избраны в Центральный комитет Компартии РССР. А я там выступил и сказал, что перестройка – это контрреволюция. И вот после этого мы, по крайней мере, были настроены на то, что нам придется дальше вести свою линию, а вовсе не на то, что нам будет здорово помогать. Все наши попытки склонить Зюганова, как секретаря по идеологии, к тому, чтобы он открыл газету «Народная правда», ни к чему не приводили. Нам пришлось добиваться этого через то, что члены ЦК, 20 человек, собрали деньги и сказали, если вы сейчас не примете решение, мы учредим газету как газету этих 20 членов ЦК. Тогда решение было принято, тем более, что генерал Лебедь там с галерки сказал, а как эта партия без газеты? Партия не может быть без газеты. И «Народная правда» появилась как газета «Компартия РСВСР» и Ленинградского обкума. Зюганов пообещал мне лично, что он даст статью, и главному редактору пообещал, Долгову Виктору Георгиевичу, который был главным редактором газеты, что он даст статью, первый номер, номер готов, первая полоса, на ней пустое место. Кончилось дело тем, что он так ничего и не притал, а там появилась статья первого секретаря Гидаспова, нашего, а он же и секретарем ЦК КПСС был. И поддерживал движение коммунистической инициативы, поддерживал организацию рабочего движения, поддерживал организацию фронта трудящихся, поддерживал соединение коммунистической интеллигенции и рабочих. И это мы потом еще и больше осознали, потому что это, так сказать, великое видится на расстоянии. И вот, можно сказать, тогда мы увидели, в чем разница. А те, кто называли и продолжают называть себя коммунистической партией Российской Федерации, залегли на дно. В это время они преобразовались в партию, в социалистическую партию трудящихся, если кто не знает, Вартазарова ее возглавляла. И, так сказать, эта социалистическая партия трудящихся, так сказать, она приказала долго жить, когда им разрешили снова образовывать. И что получили мы снова? Мы снова получили такую КПСС, в которой был тот же дефект, как в конце, КПР их получили, как в конце деятельности КПСС, без диктатуры пролетариата, до полного коммунизма. Ну, поэтому обращаться к этой партии и особенно с ней взаимодействовать, особенно нам не приходится. Почему? Потому что они наши противники. Они тянут ту линию резионистскую, которая тянулась вот в 60-е годы, привела к уничтожению Советского Союза. Это все продолжается уже. И ходят с шарфами, на которых написано «Народовласти». А государство, как известно, любое, это не власть народа, а, как говорил Энгельс, невозможно соединение двух таких понятий, как государство и народ. Это жареный лед. Если оно государство, то оно определенная диктатура, определенного класса. А если оно народное, то оно не государство. Вот когда у нас будет всеобщее участие в управлении и отомрет деление на людей умственного и физического труда, тогда и не будет и государства. А пока оно остается, оно является классом. У нас в этом плане было единство с теми товарищами, с которыми мы образовывали Российскую Коммунистическую Рабочую Партию. Мы ее образовали очень быстро. Если закрыли КПСС в августе девяносто первого года, а мы в сентябре собрали уже съезд в Свердловске, а в октябре в Свердловске мы учредили, приняли устав и учредили, и направили на регистрацию, и на регистрацию программа особенно была не нужна. А потом собрали второй съезд в Челябинске, о программе. Программу подготовили профессор Золотов, профессор Долгов, это два доктора экономических наук, и я, доктор философских наук. И вот эта, собственно, программа у нас и в РПР существует с небольшим изменением. Когда мы установили тесный контакт с Федерацией профсоюзов России, то мы программу, то, что записано в программе Федерации профсоюзов России по вопросам задачи рабочего движения, мы все туда в свою партийную программу вписали. Поэтому, если товарищи думают о единстве с другими, с другими силами, с которыми нужно проявить это самое единство, мы это вот и сделали. У нас самое твердое и хорошее единство с теми, кто хочет организовать борьбу рабочего класса. А что касается тех сил, которым это не нравилось, мы с ними больше размежевывались, чем соединялись. В том числе, поскольку мы обнаружили уже очень быстро такой антирабочий уклон в РКРП, рабочая комиссия во главе с докером Тимофеевым, и он же председатель Совета рабочих Ленинграда и идеологическая комиссия во главе со мной, мы собрали общее собрание двух комиссий и приняли решение образовать с учетом тех событий, которые были, которые показывают, что не надо ориентироваться на регистрацию партии, потому что регистрацию как дают, так и отбирают. Причем отбирают очень быстро и придумывают такие ходы, что вы только будете ходить и бегать подписи собирать. То есть мы образовали общественное объединение под названием Рабочая партия России в 93-м году. Перед уходом мы объявили, что товарищ Тюлькин представляет собой антирабочий уклон в РКРП. Те товарищи, с которыми мы расставались, попробовали нас исключить перед этим в РКРП или нам хотя бы вслед, но этого у них не получилось, не проголосовали. Все-таки мы были такими людьми, которые активно участвовали в идеологической комиссии, рабочей комиссии в создании и программы написали те товарищи, которые, я перечислил, Золотов и Попов находятся в Рабочей партии России. Вот, поэтому мы с ними расстались, потом мы с ними стали взаимодействовать. Поэтому товарищи, которые говорят, что надо взаимодействовать со всякими другими партиями, движениями, но, во-первых, с какими партиями надо взаимодействовать? С буржуазными? Это было бы смешно. У нас же классовая борьба, борьба рабочего класса с буржуазией. Какое может быть взаимодействие с буржуазной партией? Ну, как вот, вы представляете, что две более честные страны могут проводить переговоры, они, наверное, могут писать друг другу какие-то реляции, выступать в адрес друг друга. Как можно обращаться к представителям буржуазии, чтобы они защищали ваши интересы? Это какая-то или детская наивность, или просто глупость. А вот, что касается РКРП, товарищи наши из РКРП потом стали обращаться к нам, что давайте мы будем едино выступать. Я говорю, давайте, вот в вопросах рабочего движения, давайте заедино. И мы в единстве с РКРП продвигали Трудовой кодекс России. Проект этого трудового кодекса был подготовлен Тведотовым и мною, Константин Васильевич и двумя членами рабочей партии России. Значит, численность у нас была меньше, чем РКРП. Ну, надо сказать, мы больше материалов выпустили и больше тиражом, но едино действовали при продвижении Трудового кодекса России. И сумели соединить, в том числе в виде, так сказать, партии труда соединить наши усилия со всеми ключевыми профсоюзами. И с профсоюзом авиодиспетчеров, и с профсоюзом докеров, и с профсоюзом железнодорожников, причем было сделано так, мы, так сказать, совместно с Шейным, который был депутатом, а он председатель профсоюза защиты труда был, он и сейчас сопредседатель защиты труда. и тогда он еще занимался рабочим движением. Вот мы тогда создали такую политическую партию, и для себя думали, как члены общественного объединения, а мы-то можем быть, мы же в рабочей партии России, но это же общественное объединение, а это политическая партия, мы в ней можем состоять. Для чего мы туда пошли? для того, чтобы эта организация содействовала продвижению Трудового кодекса России, так что мы не только кому-то обращались и как-то, а мы даже придумали такое средство, а все руководители профсоюза были на уровне замов, а Шейн был председателем, а я был секретарем, а Золотов был в бюро, в совете, в руководящем. А вот когда товарищ Шейн решил пойти в губернаторы Астрахани или в главу города, губернатор или главу Астраханской области, мы по моему предложению предложили руководящему совету принять такое решение, что руководитель партии трудящихся не может быть не может быть в исполнительном органе государства работодателей, потому что там никто вас не спросит какой партии, если вы подчиненный, мне губернатор, а я президент, вы будете выполнять, не будете выполнять, вас выгонят и все, и никакие эти ваши всякие, так сказать, связанные с движением партии, ходы, никакой роли не играют. На этом мы расстались тогда и с Шейном, и он закрыл партию, но мы знали, что это временный союз для того, чтобы привлечь силы к борьбе за трудовой кодекс, хотя мы вот такие большие, можно сказать, титанические усилия предприняли в этом направлении, в каком снова товарищи хотят нас направить, в направлении, так сказать, через Думу что-нибудь провести, и там было сначала четыре депутата, которые выдвигали наш проект, потом депутат Авлиани, потом депутат Шейн, то есть в трех думах, которые вот собирались, шел все наш проект, несмотря на это мы получили немало, 189 голосов депутатов, а надо было больше 220, 224 примерно, и мы когда поправки были, мы поправки сделали, еще подтянули голоса, еще у нас стало больше 200, но все равно это меньшинство, и я думаю, что вот это наши решительные действия, но они были связаны с митингами, которые проводились в Москве, в том числе у Думы, теперь чтобы этих митингов не было, там такие стоят около Думы домики, и там сидят люди, которые контролируют все, а раньше там вот митинг проводился, и шел Жириновский через митинг, который проводили докеры, а кто-то, какая-то бабушка древком от знамени удала ему по голове, и он воздержался при голосовании за проект трудового кодекса, который мы предлагали. Один из депутатов Единой России проголосовал тоже за наш проект. Провалились проекты восьми, проект правительственный, провалился проект Московской городской думы, провалился проект Яблочный, мы набрали 189 голосовых депутатов, но все равно согласно теории, конечно, получить большинство в буржуавном парламенте, это, то есть смысл состоял в том, что пришлось комиссионной группе, которую выславляла слизко, так или иначе использовать то, что мы делали. И вот по итогу можно сказать, что вот мы большие предприняли шаги для того, чтобы привлечь, кого можно было привлечь депутатов, хотя, например, один из депутатов, который вносил на первом этапе наш проект, который раньше был водителем, а потом уже он долго сидел в одной думе, в другой думе. Я спрашиваю, а вы входите в совет по социально-трудовому вопросу? Не, я, говорят, в совет по экономике и по инвестициям. Скажите, зачем туда пошел бывший рабочий совет по экономике и инвестициям. То есть, там быстрые люди становятся другими, они отрываются, экономически отрываются, потому что в думе получают 400 тысяч рублей депутат, а когда мы организовывали Кумпартию РСФСР, мне пришлось присутствовать на первом собрании ЦК, еще никто был не избран, ни политбюро, ни секретаря, но поскольку все сидели, вот как мы тут сидим, я им предложил проголосовать пока в порядке выяснения позиций, а кто за то, чтобы установить партмаксимум, чтобы все депутаты, которые будут от КП РСФСР, они получали не больше зарплаты среднего рабочего, а остальное сдавали в партийную кассу. Как вы думаете, прошло предложение? Нет. Из этого стало ясно, что все вот эти такого рода иллюзии, которые были у многих, и которые, как выяснилось, вот они и сейчас еще есть, что надо обратиться к думским партиям, чтобы они нам помогли улучшить наше трудовое законодательство. Ну, можете себе представить, вот эти думские партии, каждый из членов этих думских партий имел право выдвинуть законопроект пенсионный, любой из них. Никто не выдвинул. Например, такой, что вот сократить время труда до пенсии на один год и увеличить пенсию всем на 2000 рублей. Ну, такой проект можно унести? А он же депутат, имеет право унести. Вот я, как не депутат, и раньше не имел, и сейчас не имею права. Это вот мы разработали проект, но мы все время ходили и искали какой-нибудь депутата. Сейчас вообще мы не знаем, кого. Может, Рашкина будем просить? Ну, это же несерьезно. Несерьезно думает. И скажите, пожалуйста, это вот кажется, что мы, а какие-нибудь меры, вот как партия предприняли, чтобы мы были открыты для объединения? Да, предприняли. Очень серьезная мера. У нас каждые полгода собирается Российский комитет рабочих. Какой там принцип формирования? Не партийный, абсолютно. То есть, туда может приехать любой рабочий, которого делегировали пять рабочих. Ну, допустим, пять рабочих, являющихся членами Единой России. Могут? Могут. Еще пять рабочих, которые являются членами Справедливой России. За правду тоже могут направить. Есть еще у нас ЛДПР. Если там пять ЛДПРовских рабочих принесут бумаги и написано, вот, делегировали там доктор такой-то, слесарь такой-то и так далее. Мы же не спрашиваем, какой вы партии. Он может написать, сообщить, это не секрет. Мы, ради каких-то препятствий делаем, то есть, мы, с точки зрения единства с теми, кто хочет работать с рабочим классом, не только открыты, но мы это приглашение держим 30 лет. И что? Вот приезжает максимум один человек от КПРФ и максимум два человека от РКРП. И больше приезжает посмотреть, что там делается, чем участвовать, в чем состоит их участие в рабочем движении. Поэтому рассчитывать, рассчитывать, что вот мы сейчас обратимся, потратим силы, время и так далее, на то, что мы обратимся к парламентским партиям. Это вот с тоски, что у нас медленно идет работа в рабочем движении. у нас мало заключенных коллективных договоров, не проведены стачки, а другие без всякой партии проводят. То есть вот в такой ситуации мы обращаемся к тем, кто является представителем работодателей, то есть представителей господствующего класса, чтобы они нам помогли. Но это, я не знаю, это ли наивность или глупость. И я хочу сказать, что, ну, может быть, товарищи, причем, если бы это были какие-то противники, нет, у нас оказались люди, которые очень положительную работу ведут и очень большую, может, от усталости это бывает. Ну, в Ленина есть такие высказанные, нас всех надо вешать на гнилых веревках там и так далее. Потом, говорят, а что вы такое написали? Ну, мало ли, говорит, я сейчас такое можно, когда в такой вот такая работа, чего еще не войдет в голову. То есть, нельзя цепляться совсем за слова, но я думаю, что вот иллюзия о том, что нам улучшат законы, как только мы обратимся к депутатам, ну, это просто смешно. Это значит, люди уходят от своей основной работы и предаются парламентским иллюзиям, если не сказать парламентскому кретинизму, потому что парламентский кретинизм состоит в том, что думают, что какие-то вопросы жизни решаются в парламенте, именно того, где они заседают. А тут уже людей не заседают в этом парламенте, а все равно какие-то парламентские иллюзии. Парламент ничем не управляют. Парламентом управляет буржуазиям. Или парламент буржуазиям управляет. Тем более, если там еще высшая палата, у нас же советская власть, у нас есть совет федерации, у нас есть совет, государственный совет, правильно? И есть совет безопасности. У нас три совета есть, если мы будем только формально брать. Ну, вот в этом свете, в свете этой ориентировки, значит, о чем нам надо думать? Нам надо думать о том, как продолжить и вот этот свою трудную, не может не блестящую, не броскую работу по организации трудовых коллективов. А что касается вот предложения, что вот мы печалимся, что вот жалко, что не дают бастовать меньшинству. Мы же знаем, чем опасно бастовать меньшинству. Меньшинство все целиком могут уволить. Но не во время забастовки, а после забастовки. Если уж на то пошло дело, как некоторые товарищи все хотят получить в законодательстве, а вот как специалист, юрист, профессор по кафе экономики и права, хочу вас проинформировать, что вы можете начать забастовку хоть завтра, без всяких процедур. Почему? А потому что в законе написано, что объявить забастовку незаконной может только кто? Суд. И вот завтра мы там 15 человек или 10 человек или 5, ну как вот товарищи наши хотят, чтобы было. Мы объявили забастовку. Хорошо. Приходит кто? Начальник цеха говорит, что вы делаете? А у нас забастовка. А вот мы против, ваша забастовка незаконна. Ничего подобного. Вот бумага написана, может только суд объявить. Приходит генеральный директор. Ну а прекратите это дело. Обязательно прекратим. Давайте решение суда. И мы работники проводящие забастовку, которая объявлена судом незаконной после того, как будет решение суда доведено до забастовочного комитета. И вот прихожу я, этот самый судебный пристав исполнитель с решением суда о запрете, прихожу на предприятие, говорю, ребята, где у вас тут забастовка? Знает все, не знаю, не знаю, где он, а где он может быть? А где угодно. Он может быть, во-первых, дома, раз, забастовка. Во-вторых, он может в столу. В-третьих, он может в коптерке какой-нибудь. В-четвертых, он может быть в подвале в каком-нибудь. Ну, откуда я знаю. А я судебный пристав. У меня так, сколько уже, о, я пошел домой. Завтра прихожу. А пока я не вручил, можно продолжать забастовку. То есть, вот вам закон, если вам нужно просто сделать забастовку, то это нет проблем. Но только имейте в виду, вот если это малое количество людей, или потому что вот они так забастовали, ну, вот, получили, наконец, бумагу, и потом прекратили забастовку. А может потом снова начать другую, по другому поводу. Если об этом проблемы, нет проблем, так постойте тогда. Потому что, если вам после общения с политическими партиями, которые в Думе, где сидят представители ваших классовых врагов, если вы с ними договоритесь, чтобы они вам помогли, хотя это очень удивительно, чтобы они вам помогли, вы получите то же самое. То есть, хорошо, вы пробасуете по закону, а вас потом уволят, не потому, что вы выставали, а потому, что нет мест сейчас, плохо с загрузкой, оборудованием. Вы сами видите, пришел ковид, тяжелые условия, так мы это уволили. Поэтому не надо печалиться по поводу того, что малые группы на предприятии не имеют права проводить забастовку, потому, что эти забастовки, они даже не представляют, что они кончатся увольнением. И уже были у нас так горящие головы, которые пойдут выступать против. Ну, чего вы выступаете против? У вас там идет, стоит полк, а вы взвод вывели. Зато взвод всех смелых людей, решительных. Ну, этот полк всех этих решительных людей раскидал и давайте спасайте нас как-нибудь. Ну, как-то надо с позиции класса и борьбы же подходить. Нас учили. Вообще-то учили нас классики с позиции класса и борьбы. А с позиции класса и борьбы, но не надо же забывать такие элементарные вещи. Поэтому и не надо этого добиваться, а надо стараться получить большинство. В чем проблема получения большинства? Ну, у вас разные подразделения. Письменно собирайте подписи, два экземпляра, потому что один может у вас порвать, отнять, украсть, а другой держите в сейфе. И пособирайте, собирайте. Сбор подписей. Кто проводит сбор подписей по тому, по той выжимке из коллективного договора, которая говорит работнику, что это именно вот такой нам нужен коллективный договор? нет этого. Нет этого. Я это хорошо знаю, потому что когда люди пишут выжимки, они обычно со мной советуются и присылают мне как председателю идеологической комиссии, как специалисту, как консультанту Российского комитета рабочих, и как консультанту Российского профсоюза докеров, который вот сейчас сделал новый коллективный договор. Ну, пришлите мне на одну страничку, я не умру, если я одну страничку прочитаю и скажу вам, что поправить. Но их нету. А их нету. Как же вы собираетесь собрать коллектив большой, а, дескать, вам нужно вот маленький. Маленький, чтобы вы просто рассказали и все. И вы хотите сразу бастовать. Ну, это несерьезно. Вы не понимаете, что это классовая борьба? А классовая борьба надо собирать силы. А вот с большинством, ну, как вы будете против большинства выступать? А что, большинство уволят, что ли, директора? Да никогда. Почему, например, докеры в переговорах с администрацией ставят не руководителей, профсоюза, а тех рабочих, которые, вот они сейчас должны быть освобождены на срок до трех месяцев для ведения переговоров. Два часа в неделю они переговариваются, а три месяца они должны быть освобождены. А если вы даже это не получили, ну, так что вы хотите. То есть, надо заниматься завоеванием большинства трудящихся, трудовых коллективов. Если это такие коллективы, в которых нельзя завоевать трудящихся, не во всех удастся завоевать. Значит, надо выбирать, где вот мы. Вот поэтому Ленин и выбирал, и говорил, что мы должны ориентироваться на городских, в обреченном заводских, промышленных, рабочих. А если эти рабочие вахтовым методом, вы их не увидите, они не договорятся, они уедут, и летом моряки, которые полгода в море, полгода дома отсыпаются. Ну, как вы их организовываете? Поэтому не надо ставить таких задач, которые являются невыполненными. И надо работать с городскими, фабрично-заводскими, промышленными, рабочими. Если вот тут у нас получится, тогда, а вы какую перспективу имеете? Вот что от этих малых, тема, забастовщиков, какая польза? Не знаю, потому что вот если у вас забастовало предприятие, оно может сделать заводской, забастовочный комитет или стачков, заводской. А вот эти вот заводские стачковы могут образовать совет. Вот три класс предприятия забастовало, пусть в разное время, и они, мы рекомендуем забастовку-то делать на неопределенный срок, то есть это не значит, что вы будете все время там бастовать, это значит, что у вас будет какие-то недели, вы будете там на два часа прекращать работу, какие-то на полтора, какие-то на полчаса, иногда будете и три часа можете поставить с уведомлением за три дня, как написано в Трудовом кодексе. Ну вот, если у вас есть три предприятия, три бастующих предприятия, причем бастующих навсегда, потому что если бессрочная забастовка, вам же один раз пройти эту дорогу и дальше бессрочная забастовка. По-нашему, вам не нравится кодекс, вам кажется он ужасным. Те, кто бастует и кто по нему не раз бастовал, не кажется ужасным. Но кто не бастовал, ну тут просто это, ну кто русский язык не изучил, он не может говорить, кто математику не изучал, не может задачки решать. Ну что тут, надо заниматься этим, изучать на практике. Никакого другого тут способа нет. вот зачем нам нужно, вот это нам большинство, нам больше нужно, чем буржуазии, чтобы именно сачком был заводской. Да чтобы советы образовать, советы, потому что они советы образуются по представительству от кого? От забастков. А если они от, какие-то у вас были забастовки от каких-то частей предприятия, и от них можно образовываться? Нет? Нет. Поэтому эта дорога тупиковая. Если вы забастовку только ради каких-то прибавок или послаблений делаете, ну делайте такие забастовки, но тогда ищите форму. Разные же есть формы, есть работа по правилам. Вот по правилам, вот читайте правила, если вы будете внимательно знать правила своей работы, то и будете, скажете, вот с такого-то числа вы неделю будете работать по правилам. У вас все остановится, а вы ничего не будете подставать, вы будете говорить, так, вот это мы должны сделать, вот это сделать, вот это сделать. Или там, люди, которые работают на технике, что и везде есть полностью исправная техника, да вот, пришли на работу, сказали, ой, так чертовски хочется работать, покажи-ка этот самый станок, машину, инструмент, о-о-о, это неправильно, это не годится, это не, и все. Ну и пусть делают, это ремонтируют, а вы пока сидите. Это не забастовка. Вы просто требуете соблюдения норм, охрана, труда и техники, безопасности. Или, а куда вы так торопитесь? Например, вот Дохеры, у них там очень быстро ездят огромные такие подъемники, возят контейнеры многофутовые, а один контейнер на большой скорости сбил загородку, налет, и утонул вместе с водителем, а другого придавили, там же на такой скорости. И вот как-то товарищ саржин, председатель правкома ЗАО ПКТ, приходит генеральным и говорит, у нас сегодня акция, мы безопасность поддерживаем. А генеральный выглянул в окно, а там, знаете, как в замедленном кино, так все едут, медленно, 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 медленно. Или, вы хотите в малых коллективах, ну вот, одна бригада вы эту неделю медленно работают в целях безопасности, потому что вы же придете к ней с ними разговаривать, а у вас на голову что-то упадет, вы же в цеху и заболеете, раненые будете, не приходите. Вторая бригада на следующей неделе, третья, и каждая бригада в течение месяца должна одну неделю отработать с соблюдением норм техники безопасности и в таком темпе, чтобы не было опасно для работающих. То есть, существует масса всяких приемов, вместо того, чтобы углубляться вообще в то, какие могут быть коллективные действия работников, вот вдруг некоторые наши товарищи очень хорошие, очень хорошие, вот если бы это были плохие товарищи, я, наверное, бы и не выступал сейчас, потому что, ну что плохие товарищи, с них надо размежевываться, а хорошие, с ними надо вообще дружить, ну и постараться им, так сказать, по возможности объяснить, потому что как-то даже неудобно им объяснять, потому что эти люди вроде заслуженные, инициативные, себя не жалеют, но если они пойдут по той дороге, которая приведет никуда, то это никому не нужно, вот, поэтому я думаю, что вот такое гуляющее предложение, что давайте мы бросим эти все свои дела тяжелые, тут мы мучаемся с этими рабочими, с этими, значит, коллективными договорами, с этими забастовщиками и так далее, будущими, и так трудно организовать, а давайте мы просто обратимся к кому? к нашим врагам, пусть они вам помогут, они вам помогут, это, я не знаю, но это может быть от чего? От усталости, от того, что это все-таки трудное дело, то есть мы в оппозиции находимся, да, а как вы думаете? Ну так если вы в оппозиции, значит, не должно быть раскрыстанности, мы должны знать, кто приходит на съезд, например, тот, кто делегирован, а тот, кто не делегирован, и тот, кто не уполномочен организации, нечего ему там делать, несмотря на то, что он член партии, потому что вот, а если кто-то хотел его делегировать, допустим, москвичи, ну так и делегируйте, вам флаг в руки, кто вам запрещал делегировать, делегируйте, если вы хотите, что он тут присутствовал, нет никакой проблемы, то есть у нас вообще общественное объединение, красота, свободно, все решаем, и надо, и надо, я думаю, что, ну такие вещи могут возникать такие, какие-то предположения или суждения, но их нужно товарищески обсуждать, и я думаю, что ни в коем случае не обижаться на товарищей, я, например, ну вот, даже мне не хочется товарищей называть, потому что они очень хорошие, и, скажите, зачем я буду вообще их называть, мало ли, дело в том, что и не они только так думают, сразу у нас некоторые оживились, да вот, я скажу, вместо этого такого трудного дела сейчас пойдем с делегацией пойдем в Думу и предложим, да вы теперь в Думу туда не дойдете, если раньше я туда ходил регулярно, как главный редактор газеты «Народная правда», я кредитован был и в Думе, и в Федеральном собрании Российской Федерации и ходил в эту Думу, там сейчас нечего делать, там некому пойти, и ходил я в Смоль и уже, у меня еще осталась карточка, что я, так сказать, вот, правительство Санкт-Петербурга, но я туда уже не хожу, и в законодательное собрание я у себя на даче повесил с моим портретиком, там нечего делать сейчас, картина изменилась, наши союзники на наших предприятиях, на фабриках и заводах, это не значит, последнее, что я хочу сказать, что мы вообще против участия в парламентской деятельности, во-первых, мы участвовали, я, например, был кандидатом в народный депутат СССР по национально-территориальному округу, вместе с двумя рабочими, Красавином и еще одним, из адмиралдейского завода, и мы для чего участвовали-то, чтобы собрать тех людей, которые потом пошли в обедненный фронт трудящихся. Мы эту избирательную кампанию использовали для дела, а тот, кто выиграл, потом по нему уголовное дело завели. Так что так бывает. Это раз. Во-вторых, когда у нас была вот эта партия труда, я был одно время кандидатом в депутаты, мне секретарь комиссии говорит, Михаил Васильевич, я первым делом сразу сделал газету «Народная правда», и мы ее раздавали всех, кто меня поддерживали. А я, естественно, никуда не прошел. А секретарь комиссии говорит, Михаил Васильевич, вы бы сели бы и собрали подписи. Не, говорю, я это так и не буду собирать. У компьютера. Вы же знаете, как собирают подписи. Но не втрицовершенные богатые люди, они ничего не подделывают. Они наймут студентов. Допустим, по пять студентов стоят у каждой станции метро и агитируют за то, чтобы вот этого миллиардера сделать кандидатом президентом. Как вы думаете, соберут они в установленные сроки? Соберут. Ну, а уже те партии, к которым вы хотите обратиться, которые там сидят, парламентские партии, они вообще не надо собирать подписи. Они там сидят, как господа, получают свои 400 тысяч, и пенсию они будут получать с 400 тысяч по закону, а пенсию госслужащим. Если 10 лет они просидели, там, 75% от дохода. То есть, если 400 тысяч получают, то 300 тысяч будут получать. Это я не беру тех, кто там заместитель, председатель комитета, председатель, просто не знаю, это рядовой депутат. Поэтому означает ли это, что мы вообще, вот как партия, хотя мы пока в статусе общественного ведения, как партия против вообще того, чтобы участвовать в выборах? Нет, не означает. Мы на всех выборах активно участвуем. Я, например, разбирал все программы всех депутатов на соответствующих очень мощных ресурсах. И, в общем, мы не молчим по поводу этого. Нам никто рот не закрывал и не закроет. А вот думать, что мы пройдем, ну, это второй вопрос. Это во всяком случае большевикам удалось. Большевиков много было у них. Большая партия не такая, как у нас. И они провели в партию четырех депутатов в Думу. Эти четыре депутата проголосовали против военных кредитов и их отправили на свежий воздух в Сибирь. А в Европе один человек проголосовал, Карл Липкник. А все остальные сдали и все вошли на службу буржуазии. Все, поэтому четырнадцатый год это год смерти социал-демократических партий и предательства, всеобщего предательства членов социалистических партий. Не надо ходить в это. Хочу еще один пример привести в заключение. Вот Виктор Аркадьевич, он одно время был депутатом Тюлькин от КПРФ, но по соглашению с КПРФ оставаясь членом Аркадьева и секретарем, можно сказать, председателем партии. И вот он закончил все его там пребывание, потом он придумал, что давайте мы все-таки какое-нибудь предложение туда внесем, вот как раз примером такого порядка, какое наши товарищи некоторые предлагают, чтобы зарплата была индексировалась, чтобы индексацию сделать обязательной. я попытался ему объяснить товарища, наши коллеги и Тюлькину и другим, что индексация, если это в законе написано, там все обязательно. Поэтому что значит? Напишите два слова обязательно, три раза напишите обязательно, это ничего не поменяет. Но у нас есть же две статьи, вот, в одной написано, что у нас должно быть обеспечено государство гарантирует повышение уровня реального содержания зарплаты. Так? А в другом статья повышение уровня реального содержания зарплаты. Так вы требуете повышения реального содержания зарплаты. Все, зачем это сюда предлагать? Ну, они меня послушали, но сделали по-своему. И в городе Кирове, где у них был человек, так сказать, член РКРП, провели через Кировское собрание законодательное предложение в союзе с ЛДПР и КПРФ, предложение о том, чтобы записать, что индексация обязательная. Ну, что такое индексация? А индексация это повышение на тот уровень, который был в прошлом году. И так каждый год. И это связи вов труд. Ты повышаешь до того уровня, а в течение года он опускается на прежний уровень. Потом снова повышают, опускаются. Так стоит ли ради этого заводить эту бодягу? Но тем не менее они завели и довели это до Думы. И что сделала Дума? А, проголосовала против Думы и все. И на этом все закончилось. Ну, то есть, это все не только это старо и примитивно, но и проделано уже. Не надо заниматься стезифровым трудом, не надо строить иллюзии. Если вы находитесь в партии, которая занимается борьбой за установление диктатуры рабочего класса, не надо опускаться вот таких примитивов. А будет у нас большая партия и денег будет много, мы сможем зарегистрировать на своих кандидатов и проведем и установим за ними строгий контроль и сделаем так, чтобы у них был партмаксимум, чтобы они от наших трудящихся, рабочих не отрывались и не думали, что они просидят там в Думе. Вот, я думаю, что это обязательно. Как вот большевики показали нам пример. И мы хотим вот этим примером пользоваться. Но для этого надо иметь не такую маленькую партию, как у нас. Хотя у нас численность растет и у нас, если сравнивать разные организации, самый большой процент рабочих в РКР и больше, кроме рабочей партии России, никто серьезной организацией рабочего движения в России не занимается. Нет никакой у нас альтернативы, к сожалению, можем только поплакаться, что тут там никто, к сожалению, не помощник. Ну и мешать нам никто не мешает. Нам больше, может быть, мешает то, что мы сами еще, может быть, недостаточно что-то готовим или еще не дорабатываем. Но мы совершенствовать, совершенствовались и будем совершенствоваться дальше. Так что, хочется вот всем товарищам сказать, что у нас прошел съезд партии, он принял хорошее решение. Съезд этот все обнародовано, в том числе для депутатов. Если к нам кто-то хочет что-то помочь, он все увидит, потому что все то, что было, и на заседании Российского комитета рабочих, что было, где могли присутствовать рабочие представители и члены даже других партий. Пожалуйста, приходите, мы открыты, но съезд, конечно, для вас не открыт, для представителей других партий, а вот на РКР приходите, только если будете делегированы, если вы рабочий, если вы делегированы писью рабочими, нам не важно к какой бы партии, мы к рабочим относимся, как к рабочим, вот и все, и занимаемся организацией рабочего движения. Спасибо за внимание, я призываю к тому, чтобы мы более, так сказать, глубоко относились к предложениям, а если предложение возникает, желательно их не куда-то на самый верх вытаскивать, прямо на съезд, а хорошо бы в своей партийной организации обсудить, у нас есть московская организация, там обсудить, у нас есть Нижегородская, Самарская, там есть Ленинградская, вот обсудили, и тогда после этого куда-то мы выносим наверх, чтобы не позориться. Так что, ну, я что могу сказать, недостатки и ошибки могут быть у всех, к ним надо как относиться, исправить и пойти дальше, и все, и больше ничего, и больше ничего, и не обижаться на товарища, потому что мы собрались не для того, чтобы делать друг другу комплименты, а мы собрались для того, чтобы на основах товарищества делать, решать общую задачу, и мы, я считаю, дружно и совместно выступаем, и действуем, и я уверен, что так же и будем продолжать. Спасибо за внимание. Вот я думал, как назвать это обращение. Я думаю, что можно написать, с кем объединяться. Мы тоже вот озабочены вопросом о том, что надо объединяться. и вывод такой, что объединяться надо с рабочим классом, прежде всего с городскими, фабрично-заводскими, промышленными рабочими, что и советовал нам Владимир Ильич Ленин. И мы этому совету будем следовать. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин